Дом по улице Шолохова стоит здесь уже более полувека. Его владелица Нина Денисовна вспоминает, что вода и раньше подходила, но не в таких масштабах. Проблема появилась, когда рядом построили ещё один дом. Дом вот этот вот. Смотрите, вы видели? Или вы сфотографируете его, на каком фундаменте? Сам хозяин умер, а есть наследники. У него одна жена и вторая жена. Они тут претендуют по наследству. Ну вот звоню, даже и телефон отключили. Не то, чтобы прийти посмотреть и посочувствовать. Они даже телефон отключили, бесполезно. Ой, всё, вытяжу. На таком болоте. Соседняя пристройка перекрыла естественный сток воды. И Нина Денисовна теперь вынуждена ночевать на веранде, потому что в спальне вода почти добралась до линолеума. Ни одна из коммунальных служб не реагировала на обращения пенсионерки. Призыв о помощи дошёл до районного управления по делам гражданской обороны и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Вот уже пятый день Владимир Николаевич несёт вахту у дома Масловой. Он убедил бабушку приобрести мини-насос для откачки гибельной воды. Это вообще повсеместно такая ситуация существует в частном жилом секторе, особенно на втором Брянске, потому что второй Брянск расположен в пойме реки Десны. И грунтовые воды – это зачастую беда населения. Существующие отводные канавы, они уже во многих местах перекрыты новостроящимися объектами. Обыватели, не думая о последствиях, скидывают мусор, который забивает стоковое отверстие. Результат такой халатности – озёра вокруг жилых домов. Для того, чтобы такой ситуации избежать, я лично считаю, и моё мнение, надо строить на дворовой территории отстойники специально для сбора воды в двух-трёх местах, уже определить места конкретно низкие, и потом, причём вот насосом МЛШ или других насосов, периодически откачивать воду, и такой ситуации не будет критической. Юридически ответственность за подтопление частных домовладений несут только собственники участков. Лишь в случае, когда житель частного сектора – одинокий пенсионер, который не в силах справиться со стихией, ему помогут специалисты из городского управления по чрезвычайным ситуациям. Всем, кто проживает в районе постоянного подтопления грунтовыми водами, стоит заранее побеспокоиться о средствах защиты от ежегодной водной экспансии. А для обитателей микрорайонов, страдающих от паводковых вод, продолжает работать горячая линия 599-00. Александра Седачёва, Евгений Седачёв. События. Брянск.